День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пехали и Александр Шунин вместе с вами. Вот заглянуть в будущее на 50 лет. Я сразу подумал, вот если отмотать на 50 лет назад, 1971 год, очень популярна фантастика, пишут фантасты произведения, гадают о будущем, никто не смог предсказать появление интернета. Вот мы когда смотрим на большие компьютеры, да, но социальные сети, интернет, это все как будто, вот, это тот самый черный лебедь, о котором писал Насим Талеб, вот, который появился и изменил всю нашу жизнь, все. Можно ли заглянуть, вот, попытаться увидеть, каким будет, даже хотя бы не мир, а просто Латвия через 50 лет, об этом вот проходила конференция специальная «Латвия-2070», и сегодня мы как раз-таки об итогах этой конференции, о той вот визии, о том каком-то видении будущего, мы поговорим с профессором-доктором физико-математических наук, академиком Латвийской академии наук Марзисом Аузенчем. Здравствуйте, господин Аузенч. Доброе утро. Доброе утро. В самом деле, вчера, можно сказать, накануне праздника, дня рождения страны, прошла вот эта конференция с участием, очень представительным, между прочим, составом участников. Тоже среди них были и известные предприниматели Герц Рунгайнис, и все это было, в общем-то, под эгитой латвийской торгово-промышленной палаты. Расскажите в двух словах, о чем шла речь вчера на конференции, какими мнениями, какими выводами вы обменялись? Ну, наверное, я начну с того, что для подготовки к этой конференции происходила дискуссия в течение месяца с очень многими сессиями, так можно сказать, и ее формат, как мне кажется, был достаточно интересный, потому что были две группы. Одна группа была предпринимателей, а вторая группа была людей из академического мира. И интересная часть, по-моему, в том, что мне довелось быть модератором или руководителем группы предпринимателей, а, как вы понимаете, я абсолютно не предприниматель, и наоборот, Герц Рунгайнис, который у нас очень известный предприниматель, был как бы модератором этой группы, в которой были академические люди. В этом есть очень интересная идея, как мне кажется, потому что мы каждый живем в своем, как в своей среде, то, что мы называем иногда своем этим бурбулой, как это. Пузырь, да, пузыре. Да, в своем пузыре, и то есть как бы думаем, что все думают так, как мы, потому что мы общаемся с людьми, которые думают похоже, как мы. И предприниматели, и академический народ, как мы понимаем, тоже достаточно разные люди. И таким образом, при такой организации, которую я рассказал, это автоматически привело к тому, что вот эти два пузыря начали объединяться. И очень интересно, что на самом деле выводы, к которым пришли академики, если так можно сказать, и предприниматели были очень-очень похожи. Если мне можно немножко об этих выводах сказать. Да, 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 конечно. Вы предварили наш вопрос, что за выводы? Ну, во-первых, вы уже с самого начала говорили, что мы как бы посмотрели этот временной горизонт 50 лет. Кажется, на самом деле, я понял и от вашего вступления, что это немножко как бы кажется, но это чересчур. Кто может сказать, что будет через 50 лет? На самом деле, в этом тоже был скрытый смысл, как нам кажется. Во-первых, такой горизонт времени гарантирует, что никто из тех, кто принимал участие в этой дискуссии, не будут, по крайней мере, активно не будут участвовать в экономике. Наверное, большинство из нас просто не будут в этом мире. И это дает большую свободу. То есть мы не думаем о том, что будет касаться именно нас через 50 лет. Это позволяет нам рисовать такую общую картину, что мы хотим увидеть. Но, с другой стороны, чтобы это не была такая абсолютно футуристическая картина, которая не имеет никакого отношения к реальности, к нынешней ситуации, одновременно мы старались наметить некоторые действия, которые мы можем делать сегодня, незамедлительно, чтобы двигаться к этому как бы маяку, к этому видению, куда мы хотим и надеемся, Латвия придет через достаточно длительное время. И вот если мы хотим, если все-таки немножко делать сейчас конкретику, то есть что же мы наметили в этих дискуссиях и что кристаллизовалось вчера в конференции, то на самом деле, наверное, несколько таких основных выводов. Ну, во-первых, для меня было достаточно интересно увидеть, на самом деле это было не в первый раз, я лишний раз убедился, что предприниматели, которые по своей сути, наверное, достаточно-таки прагматические и приземленные люди, бизнес делать – это очень практическая вещь, что на самом деле в них очень-очень много идеализма, такого позитивного идеализма, и желание, чтобы развитие земли, страны, где они живут, происходило удачно. И поэтому, на самом деле, наша дискуссия началась с формулирования ценностей. То есть что для Латвии через 50 лет, и в том числе и в то же самое время для нас сейчас, является такими незыблемыми ценностями. Ну и, как вы понимаете, ценности, конечно, это есть страна, государство, язык тоже, что, наверное, может быть немножко вызвать дискуссию на вашем радио по понятным причинам, культура, история и в то же самое время открытость. Открытость к миру, открытость к разным идеям. На самом деле мы видим, что тут тоже заложено некое, как бы автоматически заложено противоречие, которое было очень интересно, о котором дискутировать. Но, может быть, я сейчас очень в подробности не буду вдаваться. Следующий вывод был, ну тогда все-таки какую-то социально-экономическую модель мы хотели бы видеть в Латвии в будущем. И вывод был опять в достаточно как бы серьезных дискуссиях, и не всегда с таком как бы ненагласном мнении, что мы хотим, чтобы Латвия придерживалась модели североевропейских стран. И в этом есть абсолютно конкретный смысл. Смысл в этом то, что люди в северных странах имеют это гражданственное чувство принадлежности к стране и готовность что-то жертвовать в ситуации, когда для народа, для страны это нужно. Ну, если как бы конкретизировать, например, во время эпидемии жертвовать своими личными свободами, чтобы мы как общество могли побороть эпидемию. Второе как бы отличительная черта североевропейских стран – это большие социальные гарантии, нежели, может быть, некая средняя ситуация в Европе. И мы знаем, что модели, которые как бы могут быть альтернативными, это англосаксонская, то есть Америка, Великобритания, где намного больше упор делается на индивидуальную свободу, на индивидуальную как бы инициативу. Или вышеградские страны, где опять же есть своя ситуация и как бы в таком политическом контексте кажется, что это может быть не совсем наш Путин. Мы знаем, что в обществе, в том числе и у предпринимателей, тоже есть разные мнения по поводу этой модели. Но мы все-таки пришли к выводу, что это модель северных стран и что было как бы очень таким общим мотивом обоих групп. И мне было очень приятно это слышать, поскольку я как бы представитель академического мира, что вывод был, что очевидно образование может быть основой всего этого и при формулировке ценностей, и при формулировке инициативы, и при отношении к обществу в целом, к инициативе, к тому, чтобы мы были как бы достаточно умным народом и так далее. Притом образование, понимая, в самом широком смысле, начиная от семьи, детского сада и, конечно, кончая высшим образованием. Потом еще один вывод, который тоже как бы очевиден, но хорошо его лишний раз сформулировать, что в нашем управлении на разных уровнях, ну, начиная с государственным уровнем, мы очень много внимания всегда обращаем на регулирование процесса, и иногда как бы результат уходит во второй план. Это начиная с научными проектами и кончая многими другими активностями. Конечно, не академический народ, не предприниматель не выступает против того, что должны быть некие правила, некий порядок, как вещи организовываются, но порядок должен быть как бы тем, который помогает достичь результата. У нас достаточно часто возникает чувство, что результат второстепенный, надо все делать правильно по правилам, а результат будет хорошо, если будет не столь хорошим, если правила соблюдены, то мы как бы стерпим. Но на самом деле, наверное, должно быть наоборот. Только таким образом мы можем достичь каких-то целей. Можно, наверное, долго продолжить, но я... Профессор, есть один уточняющий вопрос. В этом видении, изложенном Латвия-2070, здесь, да, постулировано несколько целей, цели красивые, цели благородные, безусловно, но есть некоторые, которые вызывают вопросы. Расшифруйте, пожалуйста, например, вот в разделе общества указано члены общества не боятся ошибаться. О чем идет речь? Идет речь, на самом деле, о том, что это был одним из лейтмотивов. То есть два лейтмотива, это не как бы лозунг этой конференции, было одно, будем думать о Латвии, думать умно и с перспективой, и второе, запрещено запрещать. В смысле... А в этом кроется идея, что мы понимаем, что тот, кто активно что-то делает, всегда будет ошибаться, будет получать позитивный результат, но будет делать ошибки. И если мы создаем в том числе вот эту регулирующую систему, которая тяжело карает за любую небольшую ошибку, даже тогда, когда это как бы в результате цель была достигнута, может быть, даже лучше, чем в начале намечена, то есть как бы это убивает инициативу. И если мы хотим инициативу как бы освободить, хотим, чтобы люди рисковали, какие-то вещи делали, ошибались, иногда получали успешные результаты, в результате мы двигались вперед, тогда мы как бы должны запрещать, запрещать, и должны не бояться ошибаться, и должны это воспринимать как абсолютно нормальный процесс. Так что мне кажется, что если так на это посмотреть, то это достаточно очевидный вывод. А скажите, вот у меня тоже в свою очередь вопрос. Здесь вопрос о том, что во главе, что является составом и что паровозом. То есть, с одной стороны, вот вы, видя тенденции, смотрите, куда заведут они нас за 50 лет, или вы строите идеальное будущее и пытаетесь подогнать, ну то есть вот мы хотим, чтобы было будущее Латвии таким, и теперь уже мы будем пытаться под него подгонять способы его достижения. Что было вот первым? Я не знаю, как ответить так конкретно, что было курицей и что было яйцом, но, наверное, я на этот вопрос отвечу немножко по-другому. То есть, идея главная была наметить достаточно далекую цель, как бы такой маяк, куда мы хотим двигаться, и потом абсолютно точно понимаешь, что жизнь динамична, жизнь сложная, мы так по прямой линии туда двигаться никогда не сможем, просто так не бывает. Но если эта цель намечена, то каждое конкретное решение, которое мы принимаем сегодня, которое мы будем принимать завтра, мы всегда можем посмотреть. Это, по крайней мере, вектор направления в ту сторону, куда мы хотим двигаться, или в противоположную сторону. И если это в противоположную сторону, и, может быть, даже в данный момент по каким-то тактическим соображениям нам кажется, что, может быть, стоит этот шаг делать, то есть это позволяет нам решать, что, может быть, все-таки такой шаг, который ведет в противоположную сторону, чем это наша далекая красивая цель, такой шаг не делать. Поэтому это как бы позволяет каждое решение, которое мы делаем сегодня, с такой более далекой перспективы померить. То есть это решение рационально ведет. Ну, как было, по-моему, это был один грузинский фильм в советское время, в котором был такой лозунг «Зачем нужна дорога, если она не ведет в храм?» То есть зачем нам идти по дороге, если она ведет в противоположную сторону? И померить, куда эта дорога ведет, вот такой план, по-моему, помогает. А еще один из пунктов в разделе «Образование». Самый первый, там речь идет о том, что нужно учить учиться, это понятно, тоже не вызывает никаких сомнений, но критично оценивать информацию. Тут чувствуется такой мостик, который перебрасывается из 2021 года и даже из 2020, а в 2070-е эти самые пресловутые фейк-ньюс и тот поток дезинформации, с которым мы столкнулись особенно в последнее время, в момент пандемии. То есть это такие отголоски, которые вы видите и чувствуете, что они возможны еще в таком отдаленном будущем? Или это действительно просто настолько актуально сейчас, что волей-неволей было выложено на бумагу в этом видении будущего? На это я могу ответить следующим образом. Во-первых, действительно, мы видим, что в данный момент недоверие к науке в стране в целом очень большое, и тут я бы хотел как бы немножко даже расширить эту перспективу. Иногда мы говорим, что ну вот есть люди, которые по каким-то причинам не получили соответствующего образования, и поэтому они не верят в науке. На самом деле я думаю, что это очень как бы односторонний вид на ситуацию. Ну, стоит вспомнить события пару недель, недельной давности, когда Кабинет министров решил, что специалисты, эксперты, ученые, то, что они предсказывают, этому не следует верить, этому не следует следовать. Да-да-да, и Академический Совет отказался сотрудничать с правительством. Да, в результате Академический Совет отказался сотрудничать с правительством. Там оказалось, что они были правы через пару недель все равно те меры, которые они предлагали ввести, пришлось вводить, ничего другого не осталось. И поэтому, в общем, как бы, но если сейчас это прийти обратно к нашему плану, нашей программе, мы понимаем, что опять же это не столь как бы тривиально, что мы должны немножко улучшить школьные программы, и тогда все как бы наладится. На самом деле это достаточно долгий процесс, всегда все правительства и политики всегда говорят, что образование важно, оно должно быть во главе всего. Но когда мы приходим к конкретным решениям, мы понимаем, что любой вклад в образование имеет отдачу через длинное время. То есть процесс образования достаточно долгий. Поэтому всегда какие-то сиюминутные приоритеты начинают главенствовать, и решения не принимаются. Поэтому эти решения должны быть приняты, система должна быть налажена с самого начала и должно быть. Ну, мы видели, что сейчас мы начинаем наконец-то стараться платить нормальные зарплаты медикам, тогда, когда мы видим, что это приводит, иначе это приводит к очень плачевным ситуациям. На самом деле в образовании достаточно похожая система, ситуация. И может быть в данный момент пора все-таки в такой более длинной перспективе посмотреть, что мы можем делать лучше в системе образования, опять же, целой, абсолютно. Ну, как вы понимаете, так как моя специальность связана с образованием, об этом я могу говорить достаточно долго, но, может быть, это как бы такие основные положения. Да. Действительно, науке нужно верить. К сожалению, время наше эфирное вышло. Мы благодарим профессора, доктора физико-математических наук, академика Латвийской академии наук Мартаса Аузенша за такой комментарий о вчерашней конференции. И документ, который был принят, он называется «Видение Латвия-2070». Спасибо большое. Господин, профессор, с наступающим вас. Да, с праздниками вас. Ещё раз большое спасибо за участие в нашем эфире. У вас, у нас и у вас, уважаемые слушатели, небольшая пауза, после которой очень-очень культурный гость Синаса Галланта будет с нами. Радио Болтком. Радио Болтком. Радио Болтком.